Израиль обещает ответить на удар по городу Мадждаль-Шамс на подконтрольных Израилю голландских высотах, в результате которого погибли не менее 12 детей-подростков. ЧВК Вагнер подтвердила гибель своих наемников в Мали. Российские власти готовятся к блокировке в стране хостинга Ютуб, пытаясь заменить его на социальную сеть ВКонтакте. Также сегодня. Вчерашняя церемония была выражением республиканских идей, идей инклюзивности, идей доброты, идей щедрости, идей солидарности, идей всего того, в чем, я уверен, мы нуждаемся. Кого могла обидеть церемония открытия Олимпиады в Париже, поставленная режиссером Тома Жоли? В субботу 12 человек погибли, более 30 получили ранения в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамс на подконтрольных Израилю голландских высотах. Все погибшие дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет. Удар был нанесен с территории Ливана. Ракета попала в футбольное поле, на котором в это время шла игра. Север Израиля и голландские высоты в последнее время регулярно обстреливала ливанская радикальная группировка Хезбалла. Она, однако, заявила о своей непричастности к обстрелу Мадждаль-Шамса. В тот же день премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху, который узнал о случившемся во время визита в США, заявил, что Израиль не оставит этот удар без ответа. Граждане Израиля, как и вы, я был шокирован, увидев ужасные кадры после коровавой атаки Хезбаллы на Мадждаль-Шамс. Среди убитых маленькие дети, игравшие в футбол, а также другие люди. Увиденное разрывает наши сердца. Мы обнимаем семьи погибших, обнимаем всю общину друзов в ее трагический момент, который является и нашей трагедией. С момента, как меня проинформировали о случившемся, я провожу постоянные консультации по вопросам безопасности и распорядился ускорить наше возвращение в Израиль. По прибытии я немедленно проведу совещание военно-политического кабинета. Государство Израиль не оставит произошедшее без ответа. Это был израильский премьер Бенимин Нетаньяху. Еще одним свидетельством очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке стала речь президента Турции Реджепа Эрдогана, который заявил, что Турция может вмешаться в палестино-израильский конфликт, чтобы помочь палестинцам. Эрдоган выступал на заседании правящей партии справедливости и развития в городе Ризе. Мы должны быть сильными, чтобы Израиль не мог делать эти ужасные вещи с Палестиной. Точно так же, как мы вошли в Карабах, точно так же, как мы вошли в Ливию, и могли бы сделать то же самое с ними. Это был президент Турции Реджеп Эрдоган. Эрдоган не уточнил, каким конкретно может быть вмешательство Турции в палестино-израильский конфликт. Эрдоган идет по пути с Адамом Хусейном и угрожает атаковать Израиль. Ему следует помнить, что там произошло и чем это закончилось, написал в ответ на заявление турецкого президента министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац. Время свободы. Российская ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих наемников в боях с повстанцами из племен Туарегов на севере африканского государства Мали на границе с Алжиром, не уточнив точное количество погибших. Российские провоенные телеграм-каналы ранее приводили разные цифры потерь ЧВК «Вагнер» от 20 до 50 человек. Источник русской службы BBC, ранее служивший в ЧВК «Вагнер», говорит, что погибло как минимум 82 наемника. Также сообщалось о вагнеровцах, попавших в плен. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Марком Крутовым, который следит за сообщениями об этих боях. В чем суть конфликта между Туарегами и вагнеровцами? Туареги, берберское племя, вернее, несколько разных берберских племен, декларировали создание собственного независимого государства в Мали, Азавад, и именно с их планами это государство не только декларировать, но и де-факто создать. Борются власти Мали с момента военного переворота, который произошел в Мали уже почти 4 года назад, они делают это в том числе и с помощью наемников российских из так называемой ЧВК «Вагнер», которая, хотя формально уже и не существует после смерти Евгения Пригожина, в Мали российские наемники остались, примерно 1000 человек, а может быть, уже и больше. Они получают поддержку прежде всего от армии Мали, которая уже через правительство этой страны, пришедшие к власти после военного переворота, договариваются обо всем с Россией. Но самое главное, что воевать российским наемникам и армии Мали приходится не только с туарегами, которые потеряли значительную часть контролировавшихся ими территорий в центре Мали, но по-прежнему сохраняют влияние на севере. Воевать им приходится еще и с джихадистскими группировками, с различными группировками, близкими к террористической организации Аль-Каида, к исламскому государству, у которых свои цели и задачи. Исламское государство тоже говорит о необходимости создания халифата. В общем, вот эти все силы противостоят малийской правительственной армии и российским наемникам на севере страны. И хотя у них разные интересы, и они иногда конфликтуют между собой, о таких конфликтах известно, в данном случае они объединились в такой оперативно-тактический союз, чтобы противостоять российскому наступлению на город Тинзеудин на севере, на границе с Алжиром. И, как мы видим, по крайней мере, частично им это удалось. Там какая-то засада была, почему такие тяжелые потери понесли вагнеровцы, можно предположить? В первую очередь в этом сходятся и российские источники, близкие к ЧВК вагнеры, и эксперты африканские, с которыми я говорил. В первую очередь, наверное, речь идет о недооценке сил противника. То есть, во-первых, россияне и армия Мали недооценили, с каким сопротивлением они столкнутся они не так хорошо были знакомы с этой частью страны, как с центром Мали, где находятся их основные силы и базы. Вот, Рейд Тудактин-Заудин довольно далеко довольно от центра Мали и, может быть, сыграл свою роль еще и вот этот фактор. Ну и российские источники, естественно, возлагают основную вину на произошедшее за армию Мали, винаслужащие, которые составляли большинство в этой колонии. Но тут уж сложно сказать, если ты не был прямо там на месте и не видел все это своими глазами. По видео, которое публиковано в социальных сетях, можно насчитать там 50-60 погибших, но сколько из них были вагнеровцами, а сколько малийскими военнослужащими, мы точно не знаем. Российские источники, близкие к ЧВК Вагнер, говорят там всего о нескольких десятках погибших и таком же примерно количестве пленных. И вот утверждается сегодня уже, что все из них были выкуплены обратно. Ну, это очень серьезный удар по ЧВК Вагнер. Я не думаю, честно говоря, что этот удар как-то изменит положение сил на поле боя, потери будут восполнены как в технике, так и в личном составе. Мы делали расследование о том, как Россия перебрасывает в Африку все больше и больше своих военнослужащих и наемников через Ливию. Оттуда они отправляются в том числе и в Мали. Мы знаем, что гораздо более серьезные потери ЧВК Вагнер несла и в Сирии, где они противостояли исламскому государству и сирийским повстанцам. Не говоря уже об Украине, о каком-нибудь Бахмуте, мы знаем, что всегда эти потери в общем-то более-менее оперативно восполнялись, ну, за исключением Бахмута, где это были в основном нанятые Пригожиным зэки в колониях и Бахмут взяли, произошел мятеж Пригожина, Пригожин погиб и, в общем, на этом все закончилось. Но я не думаю, что то, что произошло в Мали, там несколько десятков погибших, какое-то серьезное окажет влияние на вообще в целом ход боевых действий. Надо еще обязательно отметить, что при попытках Малийской армии при помощи российских наемников распространить свой контроль на северной территории безусловно страдают мирные жители. Конечно, в российских каналах говорят о том, что никаких мирных жителей там нет, они то же самое и про Украину говорят, но нет, мирные жители там есть. И на севере особенно тяжелая ситуация в этой связи, потому что там проходят границы с Алжиром и алжирские военные не пускают к себе на территорию беженцев из Мали. Люди, в общем-то, оказываются заперты между боевыми действиями и государственной границей. Но сообщения о зверствах, которые творят вагнеровцы в городе Мура, который контролировался частично Аль-Каидой, были убиты без суда и следствия и пытали людей и насиловали. В итоге погибло более 200 мирных жителей, как подсчитали правозащитные организации международные, сотрудничающие с ООН. В общем, этот фактор тоже нельзя выпускать из виду, особенно потому, что он добавляет мотивации всем группировкам, которые противостоят малийским военным и российским наемникам. Они борются не только за свою независимость от джихадиста, за свой халифат, но и будут мстить, конечно, и за погибших мирных жителей тоже. Моим собеседником был обозреватель Радио Свобода Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Всю прошедшую неделю активно обсуждались попытки российских властей замедлить в стране работу хостинга YouTube, который они уже давно угрожают заблокировать, обвиняя его владельцев в неуполнении российского законодательства и в блокировке прокремлевских каналов. Как пишет издание «Верстка», власти хотят заменить YouTube в России с помощью проекта социальной сети ВКонтакте «ВК-Видео». Руководство ВКонтакте сейчас старается улучшить работу серверов и следить, чтобы в сервисе был востребованный контент. По словам источников «Верстки», сотрудникам ВК-Видео сообщили, что для этого из YouTube выкачивают русскоязычные видео. Вот какие пояснения дает главный редактор «Верстки» Иван Жадаев. Какого-то четкого понимания мне кажется, что даже у самих властей пока еще нет, потому что, судя по тому, что говорят люди, которые работают в ВК, и у нас три собеседника, двое из которых были на одном и том же звонке, где, я сейчас не буду назвать имя, но довольно высокопоставленный технический руководитель ВК сказал, что нужно скачать за два месяца YouTube. Конечно, это звучит бредово, и, скорее всего, речь идет о каких-то самых популярных русскоязычных роликах, но даже эти люди не понимают, для чего это делается, потому что какого-то плана по загрузке этих роликов на ВК-видео пока нет. Возможно, там один из наших собеседников говорит, что, возможно, это делается для того, как бы на всякий случай, что если вдруг будет какая-то отмашка, а как мы знаем, например, в случае с кинофильмами, которые не показывают в России, было разрешено показывать пиратские версии, то, возможно, и здесь будут нарушены авторские права, и в случае чего все это быстро загрузит ВК-видео. Да, но при этом, например, наш источник в парламенте, который занимается вопросами цифрового развития, и в том числе YouTube, он нам уже на протяжении полугода уверяет нас, что блокировать не будут, и это якобы решено на самом верху, но как замену ВК-виде, тем не менее, готовят, и после провала проекта YouTube, который, в принципе, провалился, то сейчас ставка сделана на ВК-видео. То есть сейчас они будут тестировать замедление, это как один из вариантов, как они это считают, конкурентной борьбы, когда государство вмешивается в эти бизнес-процессы и пытается таким образом отдать преференции площадке ВК-видео, если это не сработает, а мне кажется, это, конечно же, не сработает, они будут рассматривать вариант полной блокировки. Вот, опять-таки, один из сотрудников ВК утверждает, что косвенный, то есть вот этот дедлайн, который был поставлен, опять-таки, о выкачке некоторых роликов из YouTube, он был поставлен к осени, и вот некоторые наши источники утверждают, что осень уже может начаться блокировка. Но по факту, конечно, стопроцентно утверждать никто этого не может сейчас. Такое очевидное объяснение, это что если будет заблокирована площадка, очень много людей, которые там не пользуются VPN или не хотят пользоваться VPN, они пойдут смотреть свои любимые, например, сериалы, мультики или видео в стиле там Do It Yourself, какие-то explainers, то, что очень много смотрят на YouTube, они пойдут смотреть это куда-то еще. И если в этот момент ВК-видео это все выложат, каким-то образом объяснив, что ну да, мы нарушаем авторские права, но вы же понимаете, идет война, и на этом фоне мы будем бороться с Западом любыми способами, так что можно авторские права как бы немножко нарушить, вот, они это выложат и таким образом рассчитывают вот аудиторию, которая не пользуется VPN, привлечь ВК-видео. При этом есть и другая версия, да, например, один из наших собеседников сказал, что возможно это делается вообще не для того, чтобы это выкладывать, а для тренировки неких алгоритмов искусственного интеллекта. Я думаю, что очевидно, если они решили не блокировать YouTube, а сначала, вот они уже полгода к этому готовили, там были сначала новости о небольшом ухудшении работы, в связи с проблемами с серверами сейчас замедление на 70%, очевидно, они переживают и не хотят резких движений совершать. Это был главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а всем нашим слушателям в связи с угрозой блокировки YouTube в России предлагаю подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там нас можно слушать без проблем. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Борьба Украины против полномасштабной российской агрессии сопровождается дискуссией в украинском обществе по поводу того, что может позволить, а что помешать Украине победить в этой войне. Своими мыслями по этому поводу в эфире радио «Донбасс-реалии» поделился Валентин Бодрак, директор Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения. Вот фрагмент этого интервью. Есть негативные явления в украинском обществе, связанные они с восприятием, давайте назовем это словом, справедливости. Справедливости, мобилизации, справедливости организации войны и ведения войны непосредственно всей страной. Я тут хочу напомнить, у нас в 21-м году в мае появилась новая военная доктрина, которая говорила про всеосяжную, всеосяжную оборону. И говорила о том, что не армия, а народ должны осуществлять оборону государства. И когда у нас принимаются законы на прошлой неделе о том, что коррупционеры могут откупаться от тюрьмы, а в будущем мы не исключаем принятие закона о так называемой экономической мобилизации, когда смогут более богатые, будем говорить так, люди откупаться, то есть плати и не служи, вот так называют проект закона, который депутат Наталухов выдвинул три их вида. Все они очень вредны однозначно, и возможность коррупционеров откупаться, это уже очередной, очень-очень тревожный звонок, то так называемая экономическая мобилизация, это будет фактически похороны справедливости. И это крайне проблематично. Хочу здесь адресовать всех нас к недавнему интервью главнокомандующего Сырского, где генерал-полковник прямо сказал, что очень важно, чтобы все выполнили свой долг по защите государства. А теперь вопрос ко всем нам, а как его выполнить в условиях несправедливости, это очень серьезный вопрос к украинскому обществу, когда построение и организация войны происходит, мягко говоря, с серьезными отклонениями от справедливости, это мягко говоря. А вообще-то это грозит очень негативными последствиями, в том числе внутри украинского общества. И, безусловно, именно на это рассчитывает сегодня враг. Я, кстати, соглашусь с недавним заявлением командующего нацгвардии Александром Пивненко о том, что режим Путина не безграничен, и что они тоже находятся на грани, и это действительно так. Но чтобы выдержать это все давление, нужны дополнительные резервы. Пока не играют на руку нам ситуация, связанная с международной политикой, особенно ситуацией в Соединенных Штатах, пока это вызывает тревогу и беспокойство все, что происходит. Сохраняется главный аргумент. Трамп является непредсказуемым, Камела Харрис является пока элементом терраинкогнито, непонятно, что она может принести реально. И в силу этого Европа максимально пытается мобилизировать свои силы внутренние. Есть достаточно позитивные моменты, но в целом мы должны понимать, что 25-й год пока не сулит нам очень четких позиционных преимуществ. И это связано очевидно с тем, что Европа переориентируется и при этом Украину пока видит буферной зоной. К сожалению, я должен это сказать и об этом свидетельствует много признаков. Например, то, что Европа сегодня перевооружается на неамериканское оружие, это очень важные моменты. Даже можем посмотреть, как Румыния сейчас смотрит на южнокорейское вооружение и какие делают заказы. Польша пытается быть и с Америкой, и с Южной Кореей заказы делать. Центральная Европа или Старый Свет это Германия, Италия, Испания заказывают израильские системы, в частности ПАЛС на замену Хаймарс. Системы ПАЛС и ракетный завод строится в Испании и есть большие такие, да, там и Нидерланды и Дания также участвуют, но есть большие веяния в сторону от Америки. Дальше Прибалтика закупает и Польша закупает израильские системы противокорабельные и это тоже очень серьезно. Даже не норвежско-американские системы НСМ, хотя у Польши есть береговые комплексы НСМ, но даже не их, а именно Блюспе израильские системы, которые не будут сдерживаться какими-то решениями со стороны Вашингтона. Это был Валентин Бодрак, директор Украинского Центра Исследований Армии Конверсии и Разоружения фрагмент его интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии. Время свободы в Венесуэле Национальный избирательный совет, подконтрольный действующему президенту страны, так называемому боливарианскому социалисту Николасу Мадуро, объявил о победе Мадуро на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Для Мадуро это станет третьим шестилетним президентским сроком. В целом же боливарианские социалисты правят Венесуэлой уже непрерывно 25 лет. Мадуро был объявлен победителем, несмотря на то, что согласно независимым экзит-пулам он проиграл своему сопернику Эдмундо Гонсалесу более 30% голосов. Официальный результат 51% за Мадуро, 44% за Гонсалеса. О том, насколько Мадуро опирается сейчас на поддержку Москвы, рассуждает политолог латиноамериканист Владимир Рувинский. Мадуро прекрасно дает себе отчет в том, что таких друзей, как Москва, у него по пальцам можно пересчитать, которые его во всем поддерживают, а которые все его действия оправдывают. Но, с другой стороны, Мадуро давно понял, что Кремлю нужна в первую очередь словесная поддержка. А вот, что касается более лакомых вещей, таких как нефтяные и газовые месторождения, то создается впечатление, что он, в принципе, готов поступить с интересами России в пользу Китая и даже США, если вдруг на кону будет его легитимность. То есть, эта словесная поддержка со стороны Мадуро Москвы, она, в принципе, обходится ему довольно дешево. Я сам еще несколько лет назад считал, что дни режима Мадуро они сочтены. И я до сих пор убежден, что, безусловно, этому режиму придет конец. Как веревочки не видятся, но, безусловно, конец есть. То есть, это абсолютно точно. Другое дело, что сроки прихода конца режима Мадуро они постоянно сдвигаются, и на это есть несколько причин. И первая, это, безусловно, контроль над ключевыми институтами государства, который просто делает очень сложный возврат к демократии посредством тех же выборов или какими-то другими подобными методами. Другая причина еще и укрепление авторитарных режимов, таких как Россия, Китай, которые поддерживают Мадуро и дают ему возможность в критические моменты просто оставаться на полоту. Ну, а третья причина, которая, безусловно, была, и никто не мог знать заранее, это ковид. То есть, я думаю, что если не было бы пандемии, то, скорее всего, Мадуро бы пришлось намного хуже. Все-таки, на мой взгляд, ситуация сейчас не приведет к протестам, которые были, скажем, во время кризиса с Хуаном Гуайдо. Причины для этого следующие. В первую очередь, довольно много сейчас больше игроков, чем было раньше. Которые заинтересованы в том, чтобы венесуэльский сценарий развивался по наименее взрывоопасному сценарию. Это из-за нефти, это из-за того, что высокие гуманитарные издержки могут быть, в первую очередь, нежелание провоцировать еще больше поток мигрантов из Венесуэлы в другие страны. В Латинской Америке лидеры сейчас заняты или внутренними делами в своих странах, ну, или выяснением отношений между собой, переходя, как известно, на личности, мексиканский президент с другими, аргентинский с другими. Ну, а что касается Вашингтона, действительно, там есть силы, которые оценивают происходящее сейчас в Латинской Америке как опасную тенденцию, которую нужно принимать во внимание. На прошлой неделе командующая южным командованием США генерал Лаура Ричардос, она вообще стала говорить о ситуации в отношениях США с Латинской Америкой и то, что не уделяется должным внимания этим проблемам, применила такой термин «южная слепота», и она бьет тревогу о том, что игнорирование проблем к югу от границы США, проблем стратегического плана, помимо миграции, помимо оборота наркотиков, она может привести к тому, что США еще больше утратят свои позиции в Латинской Америке. Но, насколько тоже мы знаем, в США сейчас другие приоритеты, и поэтому я думаю, что ситуация, она будет использоваться еще больше такими странами, как Россия, Китай, Иран и некоторыми другими. Были реальные вещи, которые делались в Венесуэле, были инвестиции со стороны той же Роснефти. Сейчас, на мой взгляд, ситуация, она подвешена из-за того, что непонятно, что произойдет после выборов, получится ли Мадуру достигнуть какой-то степени легитимизации его власти. Если это произойдет, то тогда, по большому счету, дискурс про российского Мадуру скорее всего останется, но реально, то, что касается денег, то, что касается нефти, то, что касается газа, скорее всего, Мадуру откроет на распашку двери компаниям США и других стран Запада, потому что в этом отношении для него эта политика будет намного более выгодна. Ну, а то, что касается подписания документов между Россией и Венесуэлой, мне кажется, что российские власти отличают, ну, вот просто какая-то маниакальная страсть к количеству подписанных соглашений, меморандумов, даже договоров, потом это все остается только на бумаге, и во многих других странах Латинской Америки можно насчитать десятки, а то и сотни даже подобного плана соглашений, но ВОЗ остается где и был, то есть ничего реально не происходит, инвестиции из Москвы, они копейки по сравнению с другими, и поэтому латиноамериканский лидер и тот же Мадуро, он прекрасно себе отдает отчет, каковы реальные возможности Москвы. Итоги президентских выборов в Венесуэле комментировал политолог-латиноамериканист Владимир Рувинский. Ну и последняя тема, состоявшаяся в минувшую пятницу церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала резкую критику со стороны тех, кто посчитал издевательством над христианством эпизод с участием танцоров, дрэк-артистов и диджея в позах, напоминающих изображение тайной вечери, последней трапезы Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками. Ну, я коротко поясню. По поводу дрэк-артистов дрэк расшифровывается как «dressed as a girl», одетый как девушка. Я не буду даже пытаться описывать, как все это выглядело в ходе церемонии, но резонанс был так велик, что организаторам Олимпиады пришлось созвать специальную пресс-конференцию, и вот что на ней сказала представитель арккомитета Ан-де-Камп. Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Наоборот, по словам Тамаж Али, целью была поддержать атмосферу общественной толерантности. И, судя по вопросам общественного мнения, эта цель была достигнута. Но если кто-то на что-то обиделся, то мы, конечно, очень сожалеем. Это была представитель арккомитета Олимпиады в Париже Ан-де-Камп. Слова Де-Камп во многих средствах массовой информации интерпретировались как извинения, хотя для меня, например, они прозвучали скорее как сожаление по поводу того, что кто-то обиделся. Точно так же не попыткой оправдаться, а попыткой объяснить свою задумку прозвучали для меня слова режиссера церемонии открытия игр Тома Жали. Но судите сами. У меня никогда не было разрушительных намерений, желания издеваться над кем-то, шокировать кого-то. Я просто хотел сказать, что люди на земле это большое мы. Вчерашняя церемония была выражением республиканских идей, идей инклюзивности, идей доброты, идей щедрости, идей солидарности, идей всего того, в чем, я уверен, мы нуждаемся. Мы не хотели быть дерзкими. Как я уже сказал, мы не пытались подрывать чьи-то идеалы. Мы хотели сказать, что во всем разнообразии современного мира мы должны быть вместе. Во Франции творчество свободно. Это первая статья закона о свободе творчества. У меня не было намерений выступать с резкими месседжами. Во Франции у нас есть право любить, кого мы хотим. У нас есть право быть и не быть верующим. У нас во Франции есть много разных прав. И в этой церемонии мы хотели показать важность для нас этих церемоний. Это был режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Тома Жали, собственно, как выяснилось, вышеупомянутая сцена, вызвавшая такую критику, изображала совсем не тайную вечерю, а картину пир богов Джованни Беллини и Тициана с греческим богом вина Дионисом в центре сюжета. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы», на который еще раз призываю подписываться и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Радио Свобода